Девушки отдыхают 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 в понедельничной синоптии. Да, но если вы будете одеты так, как я сейчас, так сказать, легкий тепловой удар обеспечим, потому что сегодня в Самаре области мы ожидаем переменную облачность без осадков, ветер будет дуть с юго-запада, его скорость 1-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Замечательно. А мы тут продолжаем вспоминать зимушку, зиму. Вот ты чем любил в детстве заниматься зимой? Я чем любил? Я, ты знаешь, вообще любил удивить девчонок выйти на улицу без шапки. Так, так, так. Вот, да, это очень хорошая забава на самом деле. А еще, конечно, традиционная лепка снежных баба и снеговиков. Да, вот теперь ты в шапочке ходишь, я смотрю, чтобы не замерзнуть. А мы в зимние деньки, знаешь, надували мыльные пузыри и ждали, пока же они замерзнут. Вот как только снежинка приземляется на твой мыльный пузырь, он сразу, мгновенно замерзает. И чем пышнее снежинка, тем красивее получается узор на твоем мыльном пузырьке. Хит сезона просто. Да, если вы хотите впасть в детство прямо сейчас, внимательно и улыбчиво смотрите нашу постоянную рубрику поколение.ру. В древности люди из кожи убитых животных делали себе разные предметы быта. Сонечка, подай мне мой кошелек. А из шкуры убитых животных они делали себе одежду. И обязательно перед охотой наносили боевую и защитную раскраску. Ну все, Сонечка, я пошла. Поохочусь. Так, мелкотняк, слушай меня внимательно. Я брат Максима Тимакова. Не дай бог от него услышу, что кто-то его обидел. Хана всем. Понятно? А кто такой Максим Тимаков? Да тише ты. Вдруг услышит и обидится, что мы его не знаем. Я больше не хочу с его братом общаться. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Это ваш новый воспитатель. Ну, с таким воспитателем нам будет не страшно. Его зовут Максим Тимаков. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда бы не знали мы этих дней веселых. Это точно. До зимы остается каких-то 5,5 месяцев и отправимся мы, в общем-то, по-настоящему навстречу с самой настоящей зимой. Ну, и прямо сейчас мы приготовили для вас рейтинг самых популярных зимних забав, которые еще были актуальны в Древней Руси. Да, излюбленным весельем наших предков было взятие снежного городка. Люди делились на две команды, на дам и кавалеров. И вот вторые, собственно, наступали, а первые защищали крепость. И по правилам воин, захвативший знамя, имел право перецеловать всех защитниц. Но они настолько яростно сопротивлялись и защищали крепость, что такая честь выпадала кавалерам нечасто, надо сказать. Да, сейчас за это дело полагается статья. Кстати говоря, еще одна очень интересная забава. Обливали ледяной столб водой, и кто быстрее, в общем-то, на этот столб заберется. Это стоило немало усилий всем участникам, но, тем не менее, победители были и награждались. Они очень сомнительные награды, на самом деле. Их растирали снегом. Да, ну а катание на санях, запряженной тройкой лошадей, до сих пор популярно во многих селах нашей губернии. А как думаешь, зачем наши предки крепили на упряжь и дуги лошадей всякие шумные колокольчики, бубенчики? Потому что считали, что седоки таким образом защищены от злых духов и каких-то там неприятных событий. Да, но все-таки самым первым популярным, так сказать, зимней забавой в рейтинге остается катание на коньках. Раньше, конечно, выглядело немножко по-другому, но, тем не менее, только царь Петр Первый довел, так сказать, эту забаву до совершенства. Он первым взял и к валенкам или ботинкам, к чему-то, и прибил молоточком лезвие. И вот отсюда, в общем-то, и появился тот самый конькобежный фигурный спорт. Да, но на коньках пока рановато кататься, хотя у нас в губернии есть катки, которые работают круглый год. Можно, в принципе, уже начинать тренироваться. Ну, а самое время, мне кажется, для утренней зарядки прямо сейчас, чтобы было похоже на зиму. Просто нужно открыть холодильную камеру, морозилку и вперед выполнять простые движения вместе с Асей Левиной. Здравствуйте, с вами программа «Утро. Губернии». Меня зовут Ася. Мы продолжаем наши простые движения. Сегодня будем работать, прорабатывать руки и ноги. Будем делать вот такие выпады в сторону, да, с приседом. А руки в этот момент у нас сгибаются. И поехали. Раз. Давай. Фиксируем себя, да. На месте, присели, на секундочку буквально зафиксировали. И еще разок. Две стороны. Отлично. Теперь мы ставим ноги шире, чем ширина плеч. Разворачиваем, то есть, да, разворачиваем. Дозабедренные суставы, ноги внизу развернуты. Будем приседать вниз. Соответственно, опять мы руки сгибаем в центр. Спина прямая. Чувствуем, как мы садимся, как поднимаемся, да, что мышцы у нас работают, напрягаются. И еще разок. Отлично. А теперь мы делаем те же выпады, только если до этого мы делали в центр. Теперь наоборот мы будем делать из стороны в сторону. Сюда. В сторону. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Фиксируем себя. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Мы потянулись вперед, ножки вместе. Потянули заднюю поверхность бедра. Основная нога за мной, если она работала. Потянули руки вниз. Хорошо. И закончили. С вами была программа «Утро. Губернии». Меня по-прежнему зовут Ася. Вам отличного настроения, хорошего утра, бодрого дня. До новых встреч. Пока. Продолжаем готовить сани к предстоящей зиме. Ну, а до зимы, конечно же, будет еще и осень. А там масса интересных мероприятий. Да. В моем рейтинге на первом месте пятый игровой этнографический фестиваль «Волжские забавы», который пройдет в селе Дубовый умет 29 сентября. В программе мастер-классы, конкурсы, представления, ярмарка и концерт. А еще пройдет сбор средств на постройку храма в селе Дубовый умет. А в середине ноября в Самарской области стартует шестой международный фестиваль спортивного кино и телевидения. Все смогут встретиться, конечно же, пообщаться на профессиональные темы, поучаствовать в мастер-классах. Ну и, конечно, масса спортивного, очень интересного кино ждет нас впереди. Осень в нашей губернии обещает быть театральной. Марафон откроет фестиваль искусств для детей и молодежи «Золотая репка». Репку из Самарской земли будут тащить с 8 по 13 сентября. В ноябре сцена Самарского оперного театра примет фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Под шелест театральных афиш. Мы переключаемся на зимние фестивали. Вот в январе нас ждет всех славянская зима. Там будут и массовые гуляния, и хороводы, целовальные баталии. Не забудьте прийти, конечно же, в антуражном костюме. Его можно уже сегодня начать готовить. Так что доставайте мешковину, нитки и вперед за костюм. Да, цени, которые мы готовим прямо сейчас, нам понадобится для участия в международной гонке на собачьих упряжках «Волга-квест». Путешествие по заснеженной трассе, объединяющей регионы по Волжье, запомнится вам и вашей собачке на всю жизнь. Да, становитесь героями, героями нашего календаря губернии. Кто родился сегодня, узнаем прямо сейчас. Сегодня 14 июля. В давние времена солью угощали только дорогих гостей. С тех пор и пошло. Не солоно хлебавши, а также множество других пословиц. Издавна в Самарской губернии, в селе Усолье, струились соляные родники. Когда-то эти земли принадлежали известному купцу Строганову. Он основал здесь промышленное производство поваренной соли. Ее добывали, сушили и отправляли баржами по Волге во все концы России. Но это было в веке XVI еще во времена Ивана Грозного. При императрице Екатерине II село Усолье, а также ряд других окрестных деревень, отошли вечное пользование графу Григорию Орлову. Соответствующий высочайший указ Ее Величества был подписан 14 июля 1768 года. Всего же только по приблизительным подсчетам братья Орловы получили более 300 тысяч десятин земли. Согласно народным приметам, дорога сулила удачу тому, кто спотыкался на правую ногу и у кого день рождения выпадал на четное число. Сегодня как раз четное число – 14 июля. Теплые слова поздравления сегодня звучат в адрес именинницы, заслуженной артистки России, актрисы театра «Самарт» Людмилы Гавриловой. В ее творческом багаже свыше 150 ролей. В 2008 году Людмила Гаврилова стала лауреатом областного конкурса «Самарская театральная муза». Александр Волков известен миллионом читателей своими книгами о девочке Элли и изумрудном городе. Замечательный детский писатель, драматург родился 14 июля в 1891 году. Ровно 271 год назад, 14 июля, родился будущий государственный деятель Российской империи, сенатор, один из самых известных русских поэтов 18 века Гавриил Романович Державин. Его частенько называют отцом русских поэтов. Сегодня именины у Ангелины, Василия, Льва, Петра, Кузьмы и Демьяна. Прежде на Руси в день Кузьмы и Демьяна отмечали летние кузьминки. Это был женский праздник, в народе его еще называли бабьим днем. В эту пору, что в поле, что на огороде, работа всегда не в проворот. А потому в этот июльский день наши предки использовали известное многим выражение. Кто рано встает, тому Бог дает. А еще говорили, Козьма и Демьян пришли, а мы на покос пошли. Удачи в делах и до завтра. Друзья, если в вашей коллекции остались яркие зимние кадры, присылайте к нам в программу «Летом». Утро собакогубернии.тв.ру адрес электронный, также имеется почтовый. 443-68, город Самара, улица Новосадовая, 106, корпус 106, с пометкой программа «Утро губернии». Ну а сегодня в рубрике «Яркие кадры» мы смотрим кадры из фильма о снежных красотах Самарской области. Странно, что мало кто из наших земляков видел этот фильм, поскольку снят он специально для международного саммита, проходившего несколько лет в нашей губернии. И автор картины – парапланирист Андрей Востров. Вот этот самый персонаж, которого ты сейчас видела, Вита, ко всем частенько приходит накануне Нового года. Точнее, после него. Волга-Вальдахс, и даже не верится. Сейчас мы буквально с тобой практически после эфира можем себе позволить поехать на ней искупаться. Но... Да, солнце кажется горячим. Продолжить наш морозоустойчивый эфир хочется следующими строками, друзья. На севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна, и дремнет, качаясь и снегом сыпучим, одета, как ризой она. Да, вот такое видел зиму Михаил Юрьевич Лермонтов. Эти и другие стихи знает юный вундеркинд из сюжета Марины Барковой. Давай-ка на него полюбуемся. Спасибо вам за то, что не любили. За нелюбовь нельзя корить. Спасибо, что на мир глаза открыли. За то, что я продолжил дальше жить. Март 2014 года. Девятиклассник общеобразовательной самарской школы номер 6 Андрей Танцес читает Лермонтова. Видеоролик записан в школьном фойе фотокамерой одноклассницы Вагановой Томы и отправлен в Государственный Лермонтовский музей на международный конкурс «Читаем Лермонтова» к 200-летию поэтам. Июнь 2014 года. Выпускной 9-го Г-класса. Накануне руководство школы узнало, что Андрей Танцес признан победителем международного конкурса чтецов. Из 700 с лишним видеоработ его прочтение Лермонтова признано лучшим. Я был готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, чтобы твою младую руку, безумец, лишний раз пожать. 5 июля 2014 года. Тарханы – всероссийский Лермонтовский праздник. Юный самарец перед 20-тысячной толпой читает «Я не унижусь пред тобою». Эта поездка – награда за победу в международном конкурсе. Отныне стану наслаждаться, и в страсти стану клясться всем. Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Превращение неприметного троечника в мастера художественного слова произошло внезапно. Весьму Онегина Татьяне у школьной доски Танцес прочел так, что класс замер. Я удивилась, что этот мальчик, совсем молоденький мальчишка, может так, вот, обладает какой-то, наверное, мужской мудростью, что ли. Вроде бы, вот, ну что он там в жизни-то может пережить, чтобы вот так вот прочитать. И вдруг мы вот услышали вот это. Это было здорово. Когда он читает в классе, у нас все записывают его на телефон. Не важно, что он читает. С тех пор Андрей стал серьезно готовить каждое стихотворение дома. Засыпал и просыпался под аудиозаписи Хабенского и Безрукова. Томики Пушкина, Есенина и Лермонтова подросток все время носят в рюкзаке. Даже на тренировку. Когда я читаю Есенина, у меня, Есенина, у меня Безруковское произношение, ну, как бы, его эмоции у меня. Вот я беру его. Вот иногда у меня свое прочтение. Вот, например, так, письмо Онегина к Татьяне, знаете, вот, тоже всем нравится. Я вот сам рассказываю. Андрей Танцис – член футбольной команды спортивной школы Олимпийского резерва номер 9. За локомотив играет 6 лет вместе с младшим братом. Сейчас команда распалась. Травма позвоночника пока не дает Андрею тренироваться в полную силу. Даже если не повезет стать профессиональным футболистом, в планах Андрея выучится на футбольного тренера. Не Пушкин же будет расти для России настоящих гений футбола. Александр Дмитриев, Марина Баркова. Программа «Утро губернии». Встречаем в студии нашего утреннего гостя. Руководитель Федерации лыжных гонок Виктор Ольховский. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, где есть выражение, да? Готовь сани и лыжи летом. Что происходит у лыжников в летний период времени? В летний период, конечно, действительно. Готовь, как говорится, сани летом и лыжи тоже. Поэтому наши спортсмены проходят активную спортивную подготовку в рамках подготовки к зимнему сезону, к соревновательному сезону. Поэтому что они заложат именно в этот период, какие свои функциональные данные, скоростно-силовые возможности, так они будут выступать в зимний период, в соревновательный период. Поэтому вот эта активная фаза подготовки, на этой фазе очень сильное внимание уделяется. И поэтому я думаю, каждый спортсмен четко понимает, что заложив именно в летний период вот эти основные свои качества, которые предстоят, предстоит ему показать уже в зимнем сезоне, он, соответственно, должен уделить этому особого внимания. А проходят ли какие-то соревнования летом? Да, конечно, в летний период у нас проходит ряд соревнований. Это и всероссийские соревнования, и чемпионаты, и первенства России. Это по лыжероллерам и кроссу. Ну, лыжероллеры это такой, скажем так... Лыжи с колесиками. Лыжи с колесиками, да. Замена лыж. Вот именно в этих дисциплинах у нас в летний период проходит соревновательный процесс. А не проходят ли какие-то соревнования в тех странах, где до сих пор лежит снег, допустим, в Грюнландии, в Исландии? Не ездят туда летом лыжники? Нет, на самом деле, действительно, наша национальная команда, сборная России, она выезжает в Новую Зеландию. Допустим, в том году ездили они на учебно-тренировочный сбор. Да, даже в Южном полушарии скорее. Да, да, да. У них в этот период зима, зимний период. И, соответственно, там проходит соревнование именно на лыжах. И наша сборная... На снегу, то есть там снега, все нормально. Да, на снегу, да. И наша сборная принимает в них участие. Это международные старты, фисовские, в принципе. Кстати, вот вы заговорили о национальной сборной. Сложно ли попасть вообще в национальную сборную? И есть ли кандидаты от нашего региона, от Самарской области в федеральную команду? Ну, в команду вообще, конечно, пробиться очень и очень сложно. Конкуренция очень высокая. Уровень подготовки других регионов и других спортсменов также очень высокий. Поэтому наши ребята, в принципе, выглядят достойно, я считаю, на этом уровне. У нас в данный момент два члена национальной команды. Это Игорь Усачев и Ольга Кучерук, которые готовятся с национальной командой нашей. И, соответственно, допустим, тот же Игорь Усачев. Он сейчас уезжает в Болгарию как раз на учебно-тренировочный сбор, который будет проходить в горах на лыжах. А происходит ли непосредственно в летний период с лыжами, с самими снарядами, так сказать? Их как-то отдельно в лето башут, как-то их убирать. Что происходит с инвентарем? Ну, инвентарь действительно у нас на зиму складируется. То есть лыжи парафинятся и убираются до зимнего сезона. Если в процессе, допустим, как у Усачева, у него нет учебно-тренировочного сбора, который будет проходить на снегу где-то. А так весь инвентарь складируется и хранится до начала нового сезона. Сейчас лето, популярная очень забава на реках, на Волге, да и на других водоемах катаются на водных лыжах. Лыжники принимают участие в этих соревнованиях? Потому что вроде здесь лыжи, там лыжи, водные лыжи. Ну, это уже индивидуальные, как говорится, качества и возможности каждого. В принципе, для лыжника нет особого труда прокатиться и на водных. Ну, там своя специфика, никто не говорит, что он прям идеально встал и поехал. Нет, безусловно, конечно. Поэтому, а в принципе, конечно же, любой лыжник с удовольствием прокатится так же и на водных лыжах. А детям по-прежнему нравятся лыжи? Или все-таки они переходят на более экстремальный вид спорта, сноуборд, там какие-то горные лыжи, может быть, что-то так? Ну, вот, если сделать анализ соревнований, которые у нас проходят в регионе, то мы видим тенденцию роста участников, особенно в детско-возрастной группе. То есть количество участников увеличивается, увеличивается с каждым годом. То есть мы можем сделать вывод о том, что действительно лыжные гонки не теряют свою популярность, а наоборот наращивают в данный момент. В силу прошедшей Олимпиады самые популярные просмотры соревнований были именно лыжи. Не хоккей, даже не биатлон. Лыжи смотрели больше всего. На самом деле, это понятно, потому что гонка на 50 километров, а мужчина на 4 часа. Наверное, поэтому и смотрели. Спасибо вам большое. Ждем побед на соревнованиях и, конечно, успехов наших самарских ребят, которые выступают за национальную сборную. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Прямо сейчас пришло время новостей на телеканале «Губерния». Доброе утро. В эфире новости «Губернии» в студии Ильдар Кагиров. Сотрудники почтовой службы отметили профессиональный праздник. В конце 18 века при строительстве порта в Архангельске Петр I сдал указ об организации регулярного почтового сообщения «Москва-Архангельск». В этом указе подробно расписывались условия доставки почты, ответственность за содержание дорог, форма государевых ямщиков. Долгое время почта была единственным способом связи. В эпоху высоких технологий и возможностей другие, соответственно, средства передачи информации, почтовики новшества активно внедряют. Это касается реконструкции отделений и модернизации самой системы. Самарский филиал сегодня – это 760 отделений и более 80 видов услуг. Всех сотрудников с праздником поздравил Николай Меркушкин. Он отметил, что и сегодня почта продолжает оставаться самым доступным массовым средством общения и выразил благодарность за непростой и такой важный повседневный труд. К другим темам. 4 миллиарда 79 миллионов рублей задолжали жители Самары управляющим компанией. Около 2% по мнению представителей мэрии от этой суммы можно смело считать невозвратными. Только за текущий месяц горожане должны за коммунальные услуги более 990 миллионов рублей. Все это не может не сказаться и на взаимоотношениях управляющих компаний с поставщиками ресурсов. В настоящее время их долги перед ресурсоснабжающими организациями составляют 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Если рассмотрим по видам и объемам долгов, из чего они складываются, тепловая энергия 2 миллиарда 254 миллиона, газ 0,4 миллиона, электрическая энергия 121 миллион, холодная вода 607 миллионов, водоотведение 219 миллионов и жилищные услуги 397 миллионов. А тем временем за первые полгода областная прокуратура выявила 6 тысяч нарушений в сфере ЖКХ. По выявленным нарушениям выдано свыше тысячи представлений, возбуждено 11 уголовных дел. К различным роду ответственности привлечено полторы тысячи сотрудников коммунальной сферы. За полгода в прокуратуре рассмотрено более тысячи жалоб от граждан. Особое внимание представители надзорного органа обращают на долги в коммунальной сфере. По состоянию на 1 июля текущего года имеется большая кредиторская задолженность управляющих организаций в размере свыше 3 миллиардов рублей. Работа управляющих компаний взята на контроль только по результатам принятия мер прокурорского реагирования в текущем году. Погашена кредиторская задолженность свыше 300 миллионов рублей. Самарский аэрокосмический университет получит 40 миллионов рублей на организацию высокотехнологичного производства на базе ВУЗа. Средства на эти цели выделит правительство страны. Планируется, что в проекте будут участвовать около 30 студентов, аспирантов и кандидатов на УКСГАО. Результатом должно стать создание новой технологии в сфере искусственного интеллекта. Срок реализации 3 года. Старт запланирован на август 2014. Общую стоимость их работы эксперты оценивают в 80 миллионов рублей. И половина этой суммы средства господдержки. Напомню, что инновационный проект самарских ученых и разработчиков интеллектуальных программных систем стал победителем пятого открытого конкурса Министерства образования России. Из 118 заявок было отобрано только 19 предложений, в том числе из Самары. Тольятинский школьник оказался в числе лучших молодых изобретателей России. Он прошел финал конкурса Госдумы, получил в подарок путевку в Москву и возможность заявить о своей разработке на всю страну. А сконструировал третиклассник ни много ни мало робота-шпиона. Ася Кондаурова о юном гении и его чудо-машине. Этого шпиона Илья Александров придумал сам. Собрать помогли преподаватели. Его робот-разведчик может в режиме онлайн передавать видео из любой заданной точки. Своё детище юный изобретатель назвал «Торнадо» из-за чуда камеры. Мы заметили, что на всех роботах камера крепится крепко, а хорошая картинка достигается за счет колес. А мы сделали независимую площадку, которая позволяет, если робот будет шататься, камера будет оставаться в гидроизонтральном положении, что дает хорошую картинку. Робот ездит по любым поверхностям, камням, песку и траве. Одними из первых, кто оценил потенциал разработки, стали педагоги. Они отправили заявку на конкурс юных техников, который проводила Государственная Дума. В итоге Илья в числе лучших со всей России. Нам позвонили из Москвы и сказали, что было подано 130 проектов из 43 регионов Российской Федерации. Мы вошли в 13 победителей и мы будем выступать. Тогда мы начали готовить речь, дорабатывать проект и собираться в дорогу. После выступления была экскурсия по Государственной Думе. В награду школьник получил ценные подарки. В планах уже новые проекты. Дома Илью поджидает робот-официант. Асика Ндаурова, Егор Майоров, новости губернии Тольятти. Больше новостей в наших следующих выпусках. До встречи. Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу. В студии по-прежнему Виталия Пушнякова. Илья Табоев. Мы продолжаем наши сани готовить к зиме летом. Ну а зима это что такое? Трескучий мороз. Это какие-то красивые узоры на окнах. Снежинка тает на ладошке. Ой, девочки, какие вы все-таки сентиментальные. Знаешь, в зиму нужно наоборот заниматься какими-нибудь суровыми, так сказать, мужскими вещами. Вот я в прошлом году так и не нырнул в прорубь, но обязательно нырну или еще что-нибудь поэкстремальнее найду. Да, тебе подойдет спуск на лопате где-нибудь на Вилоновской. Вот знаешь, такое есть новое развлечение. На лопате есть. Между прочим, да, вообще зимние гонки верхом на лопатах изобрели инструкторы лыжных курортов на случай, если вдруг подъемник сломается. И вот эта забава приобрела огромную популярность. И теперь эти лопаты конструируют каким-то особым там способом, пытаются ее аэродинамические свойства каким-то образом улучшить. И навороченные тормозные системы даже ставят. Да, поэтому помните, лопаты это не только средство для очистки снега, но еще спортивное инвентарь. Да, кстати говоря, если вы не хотите кататься на лопатах, а можете увлечься другим видом спорта, парусным, например, сани, если у вас есть, прикрепляете парусы вперед, главное, чтобы ветер был посильнее. Здорово, здорово. Вот еще можешь взять с собой на всякий случай кислородный баллон и ласты, например, а то вдруг ты куда-нибудь под лед провалишься и сразу станешь айс-дайвером. Говорят, что под льдом тоже можно много чего интересного увидеть, например, огромный слой льда над тобой, над головой, почему бы и нет. Мне кажется, это для суперспокойных людей. Кстати говоря, есть еще одна забавная забава. Каждый год на пляже Нундай в Корее проводят соревнования по плаванию с полярными медведями, друзья. Это корейский способ закаливать здоровье в новом году. Приготовьтесь пробежать сначала 10 метров по песку, нырнуть в ледяную воду и проплыть еще 80 метров до финишной линии. Вот это испытание для настоящих мужиков. Да, но есть еще и другие способы, чтобы доказать, что ты непревзойденный мастер. Об одном из них расскажет Татьяна Карпова. За скупыми улыбками самые маститые шоферы области скрывают неподдельное волнение. Вдруг рука на баранке в самый неподходящий момент дрогнет. Серьезность предстоящего состязания подчеркивает и внешний вид участников. Каждый второй в непривычном брючном костюме. 13-й конкурс профессионального мастерства водителей автобусов приурочен к солидной дате. Ровно 80 лет назад первый пассажирский газ стартовал от остановки «Фабрика кухня». Этот этап является вторым этапом для участия в российском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, на который отбирают лучших представителей от муниципальных образований. То есть сначала провели конкурсы в муниципальных образованиях, лучших представителей направили на областной конкурс. За главный приз состязаний поборолись 42 мастера своего дела. На целые сутки площадь Куйбышева превратилась в импровизированный автодром. Да не глянь, везде конкурсные упражнения. Первая автобусная остановка вывела из игры около четверти участников. Почувствовать габариты железного коня оказалось задачей не из легких. У нас на поле выставлены 9 фигур. Каждая фигура имеет свои критерии оценки. Рассказывать долго, но штрафные баллы начисляются, допустим, за задевание стойки. Пропуск фигуры – это уже идет не зачет. Сыграло злую шутку и волнение. Один промахнулся паркуюсь, у другого сдали нервы на последнем участке пути. Водитель благополучно проехал отметку стоп. Согласно регламенту, каждый этап соревнования максимально приближен к условиям городских магистралей. Единственное отличие – скорость. На игровом поле конкурсанты, не стесняясь жали на газ, с удовольствием отдыхая от черепашьего шага привычных городских пробок. Здесь все то же самое, просто здесь немного влияет волнение. На тебя груз ответственности, на тебя все смотрят, и ты должен не уронить грязь с лицом. Следующая остановка – Липецк. Уже в июле этого года в городе Металурге состоится Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Честь Самары отстаёт победитель областного этапа. В гостях у нас человек, который, думаю, скучает немножко по зиме – путешественник Олег Докторов. Доброе утро. Доброе утро. Правда ли, что вы скучаете по зиме? Конечно. Почему? Расскажите. Ну, это же давняя традиция называть… Не все пробовали наркотик, но все любят говорить, что это как наркотик. Заполярные путешествия – это как наркотик, которого я не пробовал, но верю. Да нет, есть и летние, конечно, виды отдыха, но как-то вот всё-таки вспоминающие, тем более, что всё недавно закончилось и уже совсем скоро продолжат. Как нужно готовиться к зимнему путешествию? Стоит ли начинать делать это прямо сейчас, летом? Да, конечно. Ну, вот так получается, что, ну, в основном дамы, конечно, готовятся к лету, там, в марте, начинают там… Худеть. Худеть, да. Вот, значит, едут на шопинг. Да, да, да. Ну, у меня получается наоборот как раз, потому что вот очередное холодное путешествие намечено в конце августа, и как раз самое время начинать худеть. Готовиться, потому что очень тяжёлое будет преодоление трудных северных холодных рек на Ямале. Мы пойдём в поисках изучения так называемого Сталинбана, железной дороги Салехарта-Гигарка. Сейчас любят о ней вспоминать, но вот я думаю, что такие способы передвижения, как гидроцикл и гидроцикл, дадут нам возможность проникнуть в самые глубины. А как готовится план к путешествию? Как вообще выбирается маршрут, место? Потому что зимние путешествия, мне кажется, гораздо экстремальнее летних. Ну, если есть привычка, желание и охота, то ничем не экстремальные. Летом можно попадать ещё и похуже. Идея, она либо вынашивается самим собой, долго и упорно, либо её подбрасывает кто-то из твоих приятелей. Вот весенние идеи путешествия на Северный полюс – это моя затаённая мечта, которую я осуществил. А путешествие в Гигарку на гидроциклах – это неожиданное предложение моего друга, который сказал, что ж ты меня не взял на Северный полюс. Я говорю, бери меня, я тебя буду брать, вот он меня и берёт. Как здорово, что есть такие товарищи. На гидроциклах по реке зимой. Не, не зимой, в августе. А, ну то есть там… Ну, там будет не зима, но прохлад. Всё равно, да. Будет свежо, так сказать. Долго ли будет это путешествие? И что бы вам хотелось больше всего из него вынести? Может быть, фотографии, может быть, какие-то артефакты? Естественно, я любитель, вы же знаете, я любитель фотографироваться и писать о том, где я был. Поэтому подготовки к путешествию после идеи, первым я начинаю готовить рюкзак, фоторюкзак. Вот. И, ну, девайсов очень много. Это и два-три навигатора, и три фотоаппарата, и объективы к ним. Так, чтобы быть во всеоружии в путешествии и суметь фотографировать не только зверей издалека, допустим, а брать какие-то объекты, ну, образно выражаюсь, брать, которые… Ну, мыльницы не сфотографируешь. Нужны мощные объективы. Да. Друзья, мы приведем сейчас буквально одну минуту для того, чтобы посмотреть опрос про Соня, после чего вернемся в нашу студию и узнаем, что же с собой нужно брать из продовольствия в зиме путешествия. Наверное, те, которые любят прохладную погоду, не любят жару. Только собаки с большой шерстью, больше никто. Дед Мороз. Я, она не я. Летом здорово. Мишки, наверное, на севере. Кто занимается зимним спортом? Естественно, они уже за лето соскучатся, чтобы потом с настроением взять лыжи, там коньки. Летом по зиме дети скучают. А по снежкам, по играм, по льду, по катку. Я, например, сама скучаю по зиме летом, а зимой по лету. Я считаю по каждому сезону, потому что каждый оставляет свою прелесть. И мне всегда жаль расставаться. Любуюсь другим сезоном, а потом снова опять скучаю по нему. Который жару не любит. Друзья, продолжаем наш разговор. Сколько по времени в среднем длится путешествие? Ну, смотря какое. Вот предполагаемое, о котором мы говорим, 1200 километров планируется протестить за 10 дней. А есть люди, которые любят на подготовленных УАЗиках ползти по 6 километров в день в грязище. И им это доставляет громадное рост. Может, ему же полгода, извините. Ну да, а там дальше вернуться в русскую зиму и продолжаться. При больших расстоянии на спецтехнике, снегоходах, квадроциклах, лотерах, лодках и прочих вещах. Ну, в принципе, хоть скорости разные, особенности у техники есть. Но, тем не менее, не рекомендуют опытные путешественники преодолевать более 150-200 километров в день. Теряется путешествие, превращается в техническое... В дорогу. В преодоление, да, в дорогу. И теряется... Ну, это проблема, кстати говоря. Чтобы быстрее, быстрее. Наше время ограничено, да. Да, есть план, хочется из него выскочить. Вдруг ты увидел там невероятное природное чудо. Что это становится? И приходится торопиться. И мне очень понравилось, однажды мы вот так торопились. Один из наших путешественников вспомнил мультик. Помните, наверное, такой? Как бы, а если... То есть надо спешить, а то мы опоздаем. Паровозик из Ромашкова. Ну, так если мы сейчас уйдем, то мы можем опоздать на всю жизнь. Да, да, да. А как проходит путешествие в быту? Еда, вода? Потому что места дикие. У всех по-разному. Походные... Это же ничего тут удивительного нет. Походные форматы путешествия предполагают костер, консервы. Ну, сейчас с этим очень легко. Вот, скажем, на Шпицбергене, на снегоходах мы путешествовали. Проводники нас кормили теми же консервами, что и брал с собой в поездку вокруг по Атлантике Федор Конюхов. По телевизору я увидел абсолютно то же самое. Никаких проблем с этим. Нет. Каждый берет для себя то, что ему хочет. Я, например, беру фляжку с односолотом в виске. Кто-то берет там любимый чай. Потому что дорого. Что касается еды самой, ну, с этим нет проблем. И более того, обычно в путешествии как бы уплотняется внутренность. И организм не требует много роскошной тем более еды. Хватит шоколадки, чая, сухарей. Не замерзаете вы? Не можно вам строить никаких там укреплений, чтобы согреться? Нет, этого нет. Нет, даже я очень боялся на Северный полюс, когда собирался, не взять с собой одежду, которая не обозащитила. Боялся замерзнуть. Помните выражение такое есть в детстве? Мама говорила там или друзья во дворе. Ты еще оделся как на Северный полюс. Ну да, да. Хорошее выражение. Как нужно одеваться на Северный полюс? Абсолютно не так, не надо себя одевать, как на последний бой с холодом. Там гораздо холоднее в нашей Луке зимой, чем на Северном полюсе. Интересно. А говорят, что нужно просто надеть несколько слоев одежды? Да, это так оно и есть. Да вроде тоже уже никакая не новость. И на каждом углу об этом рассказывают и журналы, и путешественники, и тренера. Одеваться надо в чехольчатую систему одежды, оболочечную. Каждая оболочка добавляешь. Олег, мы будем ждать вас нетерпения в нашей студии после того, как вы вернетесь с очередного путешествия. Да, да, с фотографией, с подробным отчетом, чтобы наших зрителей, жителей губерний удивить вот такими открытиями, которые вы наверняка будете совершать, чего мы, в общем-то, вам и желаем. Мы продолжаем, друзья, дальше нашу программу. Впереди у нас... Да, впереди у нас поговорим о фрукте, который популярен и зимой, и летом, и осенью, и когда угодно. Это летняя груша наша с вами. Елена Шишкина повстречалась с участником 41-го грушинского фестиваля. Давайте посмотрим ее сюжет. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне, недоверчивая, страховала ты меня с наслаждением. С этой песней в прошлом году Джордж Ланца впервые приехал на Грушинский фестиваль и сразу же оказался в числе его лауреатов. И очевидно, что это не награда за подвиг жителю Сиэтла в одиночку перелетевшему полмира в поисках необыкновенного русского чуда – фестиваля авторской песни. Он заслужил ее в честном бардовском бою. Друзья сказали мне об этом, ну, слышал в этом много лет, что есть такое место, где есть... У них есть такая большая, огромная гитара, это на реке, и там это как сказка, миф. Это сумасшедшее место. Это другой мир. Да, это как сказка, настоящая. Сегодня Джордж уже пропагандирует фестиваль у себя на родине. Я сказал, что это тяжело объяснить. И это такое огромное место, и есть такие песни весь вечер. И люди поют до 7-8 утра, и мы это не делаем вообще в Америке. Это очень-очень русская традиция, это замечательная традиция. У себя дома Джордж – начинающий рок-музыкант. Но именно знакомство с русской поэзией помогло ему открыть в себе новые творческие возможности и побудило к сочинению песен в ином стиле. Я люблю авторскую песню. И это длинная дорога сюда, но у меня есть много здесь друзей. И да, это как мега-авторская песня, конечно. Авторскую песню на русском или вы поете по-английски? Я пою на... ну, пишу стихи на английском языке, но пою на русском языке тоже. Песни Висоцкого, и я пишу песни на стихи Пушкина. Русский друг сдал мне книгу стихами Пушкина, и я слышал Висоцкого, и сразу знал, что я хотел петь его песни. Даже хотя, может быть, это была не очень умная идея, но я просто был обязательным, когда я слышал его. Я вас любил, любовь, еще быть может. Душа моей укасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Любовь к Пушкину, подражание фирменной хрипотце Высоцкого и восторги от пребывания на Грушинском фестивале пока не сделали из Джорджа стопроцентного русского. Но в красоту средневолжской природы, в неповторимую атмосферу душевного единения, в теплую иронию авторской песни заморский гость влюбился окончательно. И очень надеется вернуться сюда через год. Гелена Шишкина, Александр Ерофеев, Дмитрий Столяров. Утро губернии. Я считаю, пора возвращаться в лето. Согреем всех граскупом. Класс. Ладно. Овны. Домашних хлопот накопился целый вагон. Да и на работе времени на передышку не будет. Найдите разумный баланс и потихоньку справляйтесь с задачами на обоих фронтах. Тельцы, а вам сегодня лучше не распыляться на несколько дел сразу. Сосредоточьтесь на самом важном. Остальные дела сами с собой рассосутся. Близнецы, если человек вам не симпатичен, лучше не заводите с ним беседу. Сами не заметите, как разговор перелет на повышенные тона. А негативные эмоции вам ни к чему, только добро и любовь. Раки, работайте добросовестно. Сегодня лень противопоказана. Малейший недосмотр может привести к ошибке, которая повлечет за собой крах целой системы. Уж сделайте милость, повнимательней будьте. Львы, сегодня лучше заняться абсолютно новым для вас увлечением. Научиться управляться коклюшками, освоить игру. В крикет или поймать рыбу на хлебный мякиш. Это только начало списка занятий, которые вас затянут. Девы, если вы собрались в путешествие, то продумайте все до мелочей. Будет очень неловко, если на перроне вы вдруг обнаружите, что забыли паспорт дома. Так что проверьте все как следует. Весы, утро лучше начать с крепкого кофе. Если и он не спасет вас от дремотного состояния, то перенесите все важные встречи на вторую половину дня. Спать ложитесь пораньше, может и сны какие-нибудь запомните. Скорпионы, а давно ли вы навещали дальних родственников? Сегодня, возможно, ваша встреча состоится. Они сами нагрянут с неожиданным визитом. Придется отбросить все дела и как следует порадоваться двоюродной тетке из Пензы. Стрельцы, отличный день. Скучный план, а действия лучше отбросить в сторону. Строго следовать его пунктам сегодня ни к чему. Спонтанность ваш верный товарищ. Козероги, сегодня обязательно помиритесь с теми, кого обидели. Иначе вы можете потерять близкого друга, а его поддержка вам совсем скоро понадобится. Вы далее устроите себе праздник. Тем, кто на диете, позволяется уплести кусок вкусного торта. Трудоголикам строго рекомендуется отправиться в кино или на танцы. Сегодня можно все. Рыбы, придется проделать работу над ошибками. Из-за этого сдвинется график насущных дел. Главное, не расстраиваться. Скоро все наладится. Ну что ж, друзья, наш эфир подходит к концу. Думаю, что пора проверить, не съела ли шубу вашу моль. Да, и, в общем-то, проверьте наличие в доме специальных зимних аксессуаров, такие как лыжи, коньки, батут и щавель. С вами были Виталия Пушнякова. Илья Табуев. До завтра. Всем пока. Пока. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов модной одежды New Yorker. Субтитры подогнал «Симон»!